Ну что ж, ребята, всем привет! Это Михаил, канал Видеогейм Аддикшн и Игра в Эдворфс. Что ж, у нас тут идёт поколение крепости, если я не ошибаюсь, пятых. Давайте выберем, кто у нас сейчас вступит в бой. В предыдущей серии мы ещё, кстати, сражались с достаточно большим врагом. Насколько я помню, он был голем. Голем, управляемый магом. Поэтому это было достаточно прикольно. Так, ты у нас сильно ранен, поэтому... Так, тебя мы заменим на девку. Она у нас, в принципе, там что-то с какими-то клинками худо-бедно. Ну, давайте так попробуем. Так, да, всё плохо. Всё крайне плохо. Всё очень дохлое. Блин, мне бы как-нибудь посмотреть, много ли там орков. Камера так не выворачивается. Они, самое интересное, такие видят, что перед ними, а я-то не вижу. Сейчас ты меня интересен. Нет chance. Ну, давай. Это всё? О, какой большой дядька. Так, ага, теперь мы чуточку лучше видим, что впереди. Да, это будет трудно очень, но давайте попробуем. Так, раз. Что это? Андакай, Андакай. Кого хочешь выбирать? Так, давай, давай, вот сюда подходи. Будьте. Все, ладно, ладно. Пойдёмте. Пойдёмте. Что? Хм-м-м-м. Я не могу это сделать. Ты думаешь, это умирно? Просто позволяю мне умирать здесь? Да. Ого! Нифига, что она делает? А? Так, ну, дела даже самое интересное, что пока это неплохо. Теперь ты меня интересен. Ооо, вот если получится, будет круче. Ооо! Огонь! И опять! А вот. О, да, мы его убили. Замечательно. А вот. Так, продвигаемся немножко вперёд. Так, там лучники очень неприятно лупят к ним. А к ним пройти нельзя. Блин, нельзя к лучникам пройти. То есть, нужно только именно прорубаться прям быталово. Блин, у нас нет прыгающих персонажей. Блин, у нас нет прыгающих персонажей. Если я должен. Не плохая идея. Я нужна помощь. Так, ей уже нужна помощь. Где ты у нас? В瞬間! Ты можешь убить? Просто позволяй мне уметь здесь? Так, это у нас чё? Шаг в тень. Да. Тебе бы куда-нибудь вот сюда бы. И опять! Так. Теперь у тебя всё плохо. Если я должен. Так, ну, чё-то худо-бедно ты лечишься. А куда надо прийти-то? Ее зелёное. Ой, там ещё, посмотрите, сколько их. Господи. Ну, короче, мы в жопе, на самом деле. Давайте от лучников избавимся. Которые вот там, подлецы. Спасибо, камера. Так, не знаю, насколько нам это помогло. Да, наверное, даже помогло. Окей. Блин! Так, ну ладно. Зато мы теперь знаем, у кого, как дела обстоят со здоровьем. Может, мы даже что-нибудь порешаем. Нам бы вот всё-таки неплохо бы мага вот эту вот колдунью всё-таки в стак как-то засунуть. Потому что она нам там очень нужна. Так. Ты ранен. Ты ранен. Ты тоже ранен. Берём тебя. Во, и тебя берём. Отлично. Давайте посмотрим, что из этого получится. А ты у нас что умеешь? А, ну мы тебя брали, ты нам особо там ничего не порешала. Так, ну... Дела обстоят совсем капельку лучше теперь. Там опять мышка с ума сходит. Не знаю, что с ним происходит. Вот и здесь. Бум, раз. Да, я воню. Так, а что у нас наш король умеет? Это что? Яростный боец в течение короткого времени. А, двойной урон. А всё остальное, в принципе, как у нашего персонажа, да и у всех остальных. Так, выходи сюда. Тебе нельзя сражаться передовой. Ой, ну вот такими же ты путями ужасными идёшь туда. Бам. Так. Ой. Отлично. Ты вышла оттуда. Тебе надо сейчас срочно вот этого чувака выносить, пока он не подошёл достаточно близко. Так, огонь. Да? Тут нас чё? Тут всё немножко плохо. Так, но благо девка бежит на помощь. И снова. Заюзаем артефакт, он нам поможет всё-таки здоровье оскопить немного. Файл, кратур. Так, дальше, дальше, дальше. У тебя это ещё умение не зарядилось. Убейся. Так, от одного избавились. Давай от лучников избавляться. Да почему? Хорошо, тогда. Так, что ж ты можешь делать, подлецы такие? На моем пути. Просто умирай! Я хочу. Так. Ну, телепортируйся к ним. Всё, отлично. Теперь заруби их там вообще на корпус. Потому что они вообще что-то попутали. Бам. Отлично. Убейся в твою тюму. Файл, кратур. Не знаю, попал я там или нет. Так, Тунгдил. Молодец, восстановил дофига здоровья. И терял зря время. Так, по другим флангам у нас шут с королём. Практически всё у нас достаточно неплохо. Он даже без умений, то есть, в принципе, не дал себя в обиду. Так, ну, если ты убьёшь лучников, то тебе вообще цены не будет. Эй, а как у вас там всё нормально, так что пока я помогать вам не буду. Согласен. Так, вот тебя только вот вытащить, наверное, бы неплохо. Ты какого хрена ещё тут никого не убила? Так, давай, добей последнего. Огонь. Так, и что дальше? Я не могу. У меня не могу. У меня не плохая идея. Давай. Как нам к этим друзьям-товарищам прийти? А, вон, вижу. Да-да-да. А, давай-давай-давай, коснуйся. Быстро-быстро. Какой хрена времени. Отлично, всё удалось. Ещё, может, успеем. Успеем. Бам, команда на взлёт. Так, ты вот только не лезь, потому что у тебя всё ещё здоровья ни хрена нету. Выди, 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 выди. Ну ладно, хрен с тобой. Опять огонь по своим, ну что ж ты делаешь? Зараза такая. Блин, туда-то не докинешь, да? Если я хочу. Так, что вот, если бы ты туда-туда могла дотянуться, вообще бы супер было. Не плохая идея. Давай попробуем. Блин, её здоровья мало. Надо будет поподлечиться, короче. Так, вот эту выводим из боя. Так, ну хотя мы её не просто так даже выведем, но вот так сделаем. Подлечимся тут заодно немножко. Бум. Чувак, кто следующий? Бум. Я всегда, я думаю. Оттуда до нас не дострелят. Бум. Ты куда бежишь? Балда такая. Если я хочу. Пусть вот этот лезет, он за себя хотя бы элементарно постоять может. Блин, огар. Огар, огар, это вообще нам сейчас не к месту. Ни к селу, ни к городу. Так, их там даже немного, смотрите, стоит. Можно их немножко там... Пофармить, я бы не сказал. Так. Да? Все, ладно. Блин, успеем, не успеем, успеем, не успеем. Да? Не успели. Я? О, бракас. Что это? Какая хорошее время. Какая хорошее время. Все хорошо, тогда. Не плохая идея. Ой, какой у него размах неприятный. Что-то добил его уже. Так, у тебя вот дела не очень с тобой, так все понятно, у тебя и до этого все пришло так себе. И все. Вайл, крица! Все, ладно, тогда. А, понятно. Понял? Понял. Понял. Теперь ты меня интересен. Шшшш. Да? И я не удалил мою шпицу. Все, что ли, сдулись. Я на мой пути. Хорошо. Что это? Хорошо, тогда. Если я должен. Не плохая идея. Не открывается. Нет. Нет. Делай что-нибудь, умник. Довольно, час пробил. Надон. Откройте ворота, я задержу его, насколько смогу. Назад, черш, они мои. Это не Надон, это... Радарио. Неважно, ворота заперты на засох. Пустим, быстро! Ну, это кто? Это неужто тот самый, этот самый дед, который там сидел, который нам испытание-то придумал. Да нет, не он. Не может быть, чем бы он... Ну, логически, что он тут делать может? Вы узнаете гнома, стоящего перед вами и облаченного в сияющую броню по пути в королевство пятых, вы не раз видели этот лик. Откованные из лада и в ракасии украшенные стены. Дизельбад, железноокий, отец-основатель племени пятых. Приветствую тебя, кем бы ты ни был. Надеюсь, что твое пришествие — добрый знак. Вы видите десяток новых, чьи лица бледны, а глаза пусты, словно они пребывают в трансе. Они облачены в великолепные доспехи и в их лицах. Их сквозит упрянство, которое модерил своих детей в ракас. А, так он мертвый тоже, как у нас этот с молотом. Ни хрена себе. Блин, у нас ювелира, конечно, нашего убили. Кто бы мог подумать. А вон там, смотрите, вот лежит этот актер-то с этой сельфийкой, она его лечит, походу. Ну хорошо, ладно, посмотрели на все тут. Давайте уже разговор разговаривать. Это ты? Действительно ты? Мы последний из пятых. Когда мое королевство пало, мы бросили вызов полчищам зла. Мы полегли от рук альфов, а мертвые земли подняли нас. Но вместо того, чтобы служить им, мы против них восстали. Теперь нас не просто убить, а каждый из моих солдат положил больше монстров, чем любой другой гном. Мы ушли к кузнице, самому святому, что есть в нашем королевстве, и защищали ее много тысячи циклов. Однако это лишь малая победа после великого поражения. И вы не чувствуете ненависти к другим гномам или живым существам? Вы благодарны старому королю и его соратникам, но знаете, какую власть имеют мертвые земли над теми, кого захватили? Одиннадцать сотен циклов достаточно, чтобы избыть ненависть. На лице легендарного короля не видно лжи, но также не видно на нем ни радости, ни надежды, ни жизни, лишь печаль и вечное гномье упрямство. Благодарю вас за помощь, без вас нашему отряду пришел бы конец. Долгое время чудовища лишь сдерживали нас, но уже несколько солнечных циклов они пытаются захватить кузню. Похоже, виной такому их поведению ваш загадочный отряд, так? Мы, представители первых, вторых и четвертых, и мы сопровождаем наших друзей и волшебницу Антекай всеспыльчивую. Для потаенной страны все складывается не слишком хорошо. Магические барьеры, ограждающие мертвые земли веками, разрушены магом по имени Ноддон, который повелевает всей магией, которому невозможно убить, по крайней мере обычным оружием. Музя пламени дракона, мы сможем разжечь ее? Нет. Но выковать огонь в жизни можно лишь здесь, и лишь ему под силу одолеть Ноддона. Огонь в кузне нельзя разжечь, потому что он никогда и не угасал. Он пылает горячо и ярко, как никогда. Должно быть, Фракас знал, что однажды нам понадобится его помощь. Так, как никогда. Фракас должен быть знал, что мы снова нуждали его один день. Теперь. Ложись и отдыхай, врата не падут, мы позаботимся об этом. Спи столько, сколько потребуется, а затем приступишь к работе. И тогда мы сможем работать. Ну, какой он вредный. Типа не надо их разжигать. Типа что-то повыделывался такой. наконец-то мы достигли десятого уровня ну вообще не прошло и там 10 лет вообще до да бал у нас один и стали из него я так понял делать мертвого так чё у нас вообще крепость пятых баврагар пал в мертвых землях и восстал а ну это мы до читали когда вы впервые переступили порог крепости пятых на вас смотрится то короля гизель барта а это мы давно выполнили у нас по огню жизни видимо появилась или нет гандагар единственный выживший из своего отряда король 4 присоединяется к вам это подкрепление весьма кстати враг не дремлет это невероятно но в битве против орд теанона вам помог никто иной как король гизель бард и его воины уже более тысяч лет они оберегают сердце своего королевства и бросают вызов власти мертвых земель охереть так сохраняемся ну давайте походим поизучаем что-то интересного даже нечего изучить нельзя на этих только можно посмотреть да мид спасших вас не мертвых новов подвергает в ныне вы знали что никто из пятых не уцелел но то что последовали последнюю тысячу циклов им пришлось провести в качестве нежити причиняет вам большую боль сеструс и динаму айфу а все да вы уже давно путешествуете с джеруда но до сих пор не знаете что скрыто под его маской чем дальше вы чем дальше вы на него смотрите тем сильнее вам кажется что из подстали льется слабый ты хочешь узнать что спрятана под маской а ты похоже знаешь когда я была маленькая мама рассказывала мне о неком правителе всех существ теона и самузина сильным сильными он сражается слабых уничтожает глаза его горят фиолетовым огнем и слабейшим достаточно для страха одного его вида все боятся сына самузина вы не знаете шутит ли волшебница или она серьезно стала бы она в самом деле путешествовать с сыном своего бога многозначительно улыбнувшись волшебница уходит возможно что он какой-то ну кроме очевидного голем наполненный предположим энергией но раз там действительно есть что-то может это даже джин какой-то состоящий из чистой энергией ну как-то так вы столь совершенно одастопочтенная волшебница надо было попросить орка прякнуть мне по зубам чтобы ваш поцелуй вернул меня к жизни поцелуй прекрасно делает остается лишь храбрецом актер может быть кем угодно в том числе и все так но ты уложил в сражениях столь многих что я не уверена в твоей способности не укладывать еще кого-то просто по привычке если случится оказия будь верил женщине любящая тебя здоровяк вы ухмыляетесь похоже за радарио можно переживать все с ним в порядке да конечно он очень ловко выкрутился перевоплотившись в этого вна дона если не ошибаюсь пипец стольким народом можно здесь поговорить о нам еды дали дохерище у нас 99 но с одной стороны нежить не жрет нам представьте 1000 циклов еда лежала тут такая здесь могли бы трудиться над шедеврами одновременно несколько кузнецов пятые всегда были лучшими в этом искусстве и трудно вообразить сколько удивительных и вышедших и вошедших в сказание вещей было здесь создано пламя дракона говорят что ее огонь зажжен на пламени самого бран баузила охотника на пятых вы рады что вам не придется сражаться с драконами хотя и знаете кому подобная заврушка пришлась бы по нраву да 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 мы знаем о ком речь огромный дымоход который должно быть предназначен пронзает насквозь всю гору чтобы выводить дым наружу там даже драконы нарисованы там это настенная роспись какая-то ты выглядишь грустно может пропустить через врата парочку орков вы ожидаете резкой отповеди но бендил еще долго молчит я все думаю что что же прозрел в раках когда объединил стольких разных людей каждый из них несет свой вклад в отковку огня жизни нам не справиться без тебя но справиться без мастеров и без любого из вас мы бы не одолели орков и в конце концов фастеруха и сможет нести огонь жизни чтобы бороться со злом и файна и дапой и в и в и никто не справиться лучше только мы можем выполнить эту миссию ты забыл о вас братом вы придумали как нам прийти мимо врагов когда все остальные отказались бендил кивает и погружается в размышления и и эх скучаю а там такой воин хороший прям и они спорили так забавно еще до кучи пока вы идете к норморе она отстраненно потирает запястье браслет сделан из тюни она дала для сплава из которого будет откован огонь жизни это был подарок моей матери чтобы защитить меня от сил добра ну да ладно в итоге я все равно оказалась на другой стороне так что толку от него не было надеюсь ты не станешь слишком добрая жизнь и покоряется только врагам гномов вы одобряющие улыбаетесь и она возвращается вам возвращает вам улыбку в оба знаете что она обсуждена всегда враждовать с гномами так а мы с этой стороны со всеми поговорили так ну джун понятно там а вон еще двое тут дело я вынужден попросить тебя продолжение скажи бендела что я прощаю за то что он сделал мне он не поверит он должен сам ему сказать не время просто скажи ему что я понял как любил он мою сестру так же как я сам я не мог смириться с утратой ненавидел всякого владеющего топором но я не желаю умирать ненависти ваш сумасшедший вид заставляет его продолжить я шел искать славной смерти и время пришло идите дальше а я останусь здесь и прикрою ваши спины вы не в восторге от идеи оставить кого-то из своих товарищей вы не хотите вы хотите переубить его но он не позволяет я не перебью своего решения принял его много циклов назад спасибо он дил златой руки что позволил доказать чего я стою так неохота тебя здесь оставлять еще вы все приходите и уходите блин вот такого хрена вот у нас такая команда отличная как вы как только вы приближаетесь гандагару занятым работой гаймгара королев устала а чё блин не успел я был рад когда ты выбрал гаймгара я думал что он скорее художник а не воин но в нем оказалось куда больше думая чем я предполагал вы все еще хотите идти войной на эльфов ждет короля прежде задумчивый устал и становится твердым предательство эльфов несомненно это они виновны в гибели пятых и в гибели моего отца и брата я никогда не прощу их никого эльфы не предавали я голландил молотоборец из рода молотобойцев и я в отличие от тебя был там в тот страшный день когда каменные врата пали из-за предательства гнома гнома имя ему было гламудилы сильно руки из рода сильно руки это он первым произнес пароль и от перзасов долгое время он ждал нужного момента а затем прокрался к воротам и отдал наши земли врагам а еще именно он указал альфам потайной уход в наши подземелья чтобы они могли напасть со спины и поразить нас темной лихорадкой я не понимаю он был из третьих гнома убийцы что проник в наше королевство и спрятался дабы ослабить его и провести к краху он умер от моей руки но вновь был поднят силой мертвых земель и произнес пароль повторно но он вернулся снова на силу земли и повторил секретные слова второй раз вы слышите это дело рук не эльфа а тайный мысел коварного гнома как долго еще вы будете верить своему доказательству если перед вами стоит тот кто был там вы дали гандагару пищу для размышления понятно что быстро очень так диалоги пролетают написано одно говорит он что-то совершенно другое ну с одной стороны там на паузе можно в принципе прочитать там не так уж много не вспотеете так или иначе так что у нас тут ковка идет во всю это хорошо магистр технику затрывается от работы а тут гилз и и вот что я нашел на стенах дымохода есть тюзенькие ступеньки если ты посмотришь вверх увидишь всю синь небес прекрасно так мы можем выбраться отковав огонь жизни ну да ой какой содержательный диалог король гизельбар железнорукий никак не могу поверить что это не что действительно вижу вас мое время давно прошло неужто обо мне до сих пор говорят прежде чем ответить вы с минуту размышляете многие винят пятых поступлений мертвых земель и в том что как расплодились существа теона ваше имя не забыто король еле заметно кивает головой чудовище готовится напасть вы смотрите на массивные железные двери и на опоры защищенные тому же рунами вашего бога сколько у нас есть времени не так уж и мало мы будем держать ворота столько сколько потребуется что-то но тебе потребуется чего-то там потребуется в общем нам к сожалению не могу перевести фергос сказал что через него можно будет уйти остается лишь надеяться что это получится блин такую кузню заберут представляете это же вообще как ее можно отдать вы видите ее влажную кожу ладную фигуру волосы подняв что происходит вы запинает спрашиваетесь я могу чем помочь думаю я уже разделась разделась этим узлом она коротко кивает указывая себе на спину она ослепительно улыбается вам спасибо за помощь от ее улыбки вы плавитесь как сталь в тегле конечно всегда пожалуйста хоть что-то он там ей поправил я так и не понял то ли косу то ли надо сперва взять сдерживать их покуда мы не не откуем топор так ну раз у нас все вылечили мы сможем нормальный стак взять так ты нам не нужна больше а это все что ли так колдунья ты а король где так ну вот все хороший стак погнали так все вперед 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 так сразу же я искал не интересует и поймать и так лично так а где у меня все вообще кто че делает так так сейчас будет второй заход так все так так что все 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 Если мне нужно... Я хочу сейчас! Я хочу! Я в порядке! Паракас! Что такое, Критя? Ну ладно, Критя! Я не знаю, Критя! А я не знаю, что тебе помощь нужна, но... Ну, конечно! Конечно же тебя просто обстрадали! Да, да, да! Да? «Паракас!» Так, у тебя чё тут? Так, надо пацанов спасать. Чё за своим попало? И что теперь? Оик-оик, маленькие пегги! Да, они, конечно, хорошо на меня сбегаются, но мне это стоит... ...значительно большего здоровья, чем я, скажем, восстанавливаю. Так, а, ворот... Нужно закрыть ворота! И перебить всех нападающих. Я-то чё-то стою. Туплю. Что, что происходит? Так, ворота мы закрыли, но мы уже сейчас все подохнем благополучно. По крайней мере, меня вон уже прижали. 25 нападающих нужно убить. Блин, знал бы, раньше бы ворота закрыл, и все бы выжили. Я-то, фричер! Бо-н-дор, дай мне одну руку! Да, что это? Оик-оик, маленькие пегги! Давай, восстанавливай скорее здоровье, сколько можешь. Да? О, ой! Эй! Да! А, что? Да! Атак! А? Оик-оик, маленькие пегги! Ха-ха-ха! Ага. Он же в письки к победе, парни, давайте. Они отлично поднялись в борьбу! Для Ракаса! Без тебя! Да! Принесено! И снова! Да! На мою сторону! Что это? Да. Оик-оик, маленькие пегги! Ха-ха-ха! Сейчас остатки добьем. И снова! А-а-а! Я в письки к победе! Я не верю, Крэк! Иди сюда, ты! Вот и все. А, где-то еще остались. Недобитки. Я в письки к победе! Да, да! Хе. Че вы тут делаете? О, вы там че, всех поубивали что ли? А, нет, кует. Там просто кто-то откинулся, может кто-то из наипси. А? И последний. Бум. Принесено! Понятно. Ха? А-а-а! Да, получилось. Мы сделали. Можно я? Разумеется. Без вас он бы никогда не был откован. Топор, что изгонит зло из подаенной страны, теперь все обрело смысл. Все эти циклы, все бои, весь ужас бытия, нежитью, благодарения и слава врагу. Возвести королевствам, что мы никогда не сдавались. Пятые сражались со злом так долго, как только могли. Вот, возьми на память. Как только могли, здесь, держать это как мементо. Ваш дар слишком большая честь. Именно благодаря тебе, после всего, что было, я увидел и услышал больше, чем кто-либо другой. Обещай мне одно, кто убил злотаруки. Населите вновь эти залы, когда изгоните зло из подаенной страны. И не допустите, чтобы королевством гномов вновь правили чудовища. Не оставь моего королевства к творчеству Теона. Блин, это что, лечение или что? Я понять не могу просто. По цвету лечения, но об каких очках действия идет речь. С другой стороны, у нас уже есть этот вихрь и он какая-то херня на самом деле. Ну, давайте вот это возьмем просто интереса ради. Может, вдруг это лечение окажется очень полезным каким-нибудь. Отлично. И если он с первыми или в паристе, Говорю тебе, Нандоан все еще пытается взять Огрову смерть. Мы должны опередить его. Мы должны вернуться туда сначала. Почему бы нам их не спросить? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Стоп! Как вы бывали в туннель? О нём даже гномы забыли. Мы нашли проход в Огровой Смерти, было не трудно. В Огровой Смерти? Это невозможно! Невозможно! Мы взяли эту крепость недавно, я был там. Мы убили всех твоих друзей. Они были вкусненькими. Байндил? Байндил? Я видел Огровую Смерть своими глазами, вам бы ни за что не удалось захватить крепость так быстро. Подумай хорошенько, коротышка, мозг был опустошён, нам показали туннель, а дальше всё было просто. А, мозг был опущен. Ты имеешь в виду, что вам помогли изнутри? Ты умнее, чем кажешься, коротышка, один из вас хорошо помог нам. Третий. Где твой повелитель, Орк? Где Надон? С чего бы мне отвечать тебе, коротышка? Решай сам, либо ты говоришь со мной, либо с Джеруном, либо с Байндилом. Какой в твоём выбор? Повелитель у Чёрного Ерма хочет уничтожить засевших там коротышек. Крепость у Чёрного Ерма? Там же не осталось гномов. Есть ещё немного. Они пытались сбежать, но победитель взял их в кольцо. Это просто вопрос времени. Какого-то хрена... Как-то это хреново всё звучит, умник. Ничего не поделаешь, придётся идти к Чёрному Ерму. Если наши друзья заманили туда Надона, мы должны использовать шансы сразиться и сразить его огнём жизни. Орка, наверное, они теперь выбросят. Да, что-то я в этой серии не скажу, что я прям устал, но я не знаю, как-то диалоги не успевают. То ли чё, то ли как. Что-то странное, короче, происходит. Сейчас мы дойдём до ближайшей логической точки, на которой всё закончится. А то уж серию пора заканчивать, у меня время вообще до хрена. Дел полно. Ну, как минимум спать пора. А, тут ещё загрузки такие долгие. А, он там, Надон! Вперёд, идём! Мы должны остановить его. Нормора, не вмешивайся, охраняй огонь жизни. Ого. О, ещё один тут, наконец. С тобой приятное медело трудил, золотой руки. Я ждал тебя и твоих товарищей. И хотя, оказалось бы, из-за вас вы понесли некоторые утраты. Из-за нас вы понесли некоторые утраты. Поэтому мы и здесь, Синтарас. Прямо с языка снял. Пленных не брать. Легай ни одного из них жив! Ага. Ну что ж, давайте тогда мы на этом закончим. Обязательно продолжим следующую серию. Ворвёмся в эту эпическую битву. И, наконец-таки, я надеюсь, мы уничтожим Надона. А на этом всем спасибо, кто смотрел. И всем пока и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!